Всех приветствую! В ближайшие минуты о главных событиях. Сборной России присуждено третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022. Международный союз конькоберцев вычел результаты Камилы Валиевой из общего зачета командного турнира. Таким образом, сборная России переместилась с первого места на третье. Золото присуждено сборной США, серебро сборной Японии. Бронзовыми призерами Олимпиады стали Марк Андротюк, Анастасия Мишина и Александр Галямов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Камила Валиева лишена золота командного турнира Олимпиады. Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская назвала позором решение лишить Россию золота. Решение позорно и в случае с Камилой Валиевой, и в случае с медалями. Единственное, что могу сказать – позор, прокомментировала Елена Чайковская. Илья Авербух высказался о лишении России золота командного турнира. Считаю это решение несправедливым. Без эмоций обосную это тем, что на момент выступления на Олимпиаде у Камилы Валиевой все допинг-тесты были абсолютно чистыми, а значит её выступление было абсолютно легальным. То, что была скрыта та информация, которая была с тестов на чемпионате России, в этом нет вины ни сборной, ни руководства команды, ни нашей федерации. Здесь вина лежит исключительно Навада, которая скрывала информацию о положительной допинг-пробе по чемпионату России. Если бы действительно допинг-проба одного из участников Олимпийских игр была таковой, то здесь вопросов бы не было. Абсолютно все спортсмены катались чистыми и выиграли абсолютно достойно. У меня даже двух мнений быть не может на тему того, кто олимпийский чемпион в Пекине в командном турнире, сказал Авербух. Олимпийский комитет России оспорит решение о лишении российских фигуристов золота командного турнира. Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в спортивном арбитражном суде решение ИСУ о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. Исходим из того, что в соответствии с действующими применимыми правилами ИСУ последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике спортивного арбитражного суда, говорится в заявлении Олимпийского комитета России. Федерация фигурного катания Канады на официальном сайте отреагировала на решение Международного союза конкобежцев по распределению медалей. Команда Канады осталась на четвертом месте. Канадская федерация категорически не согласна с позицией ИСУ по этому вопросу и рассмотрит все варианты обжалования решения, говорится в заявлении. Анна Щербакова стала чемпионкой Европы 2022 года после решения спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конкобежцев. Золото чемпионата Европы перешло Анне Щербаковой, серебро Александре Трусовой, бронза Луни Хендрикс. Результат Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине аннулирован, сообщила пресс-служба Международного союза конкобежцев. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву. Все, что я думаю по этому поводу, я скажу Камиле лично, но хотелось бы озвучить пару мыслей и публично. Я была рядом с Камилой в Китае, когда это все происходило. Была рядом и по завершении игры, и мы летели на соседних креслах в самолете в Москву из Китая. Я видела все эмоции от и до, помню, как сильно она переживала и одновременно негодовала, не понимала, что происходит. Так не ведет себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг. Он будет злиться, что все всплыло, искать виноватых, но Камила просто не понимала, что происходит. Представьте, что вы всю жизнь стремитесь к золоту на Олимпиаде, а потом вы приезжаете на нее в статусе фаворита. Вы готовы побеждать, а вам говорят, ну выступайте, но мы, скорее всего, лишим вас потом медалей, а вам 15 лет. Но вопросов у меня очень много к этой истории. Почему история всплыла за пару дней до выступления на Олимпиаде, если о ней было известно уже в декабре 2021 года? Как можно было принимать решение в итоге после Олимпиады аж 2 года? Очень много бюрократии. И вообще, зачем фигуристу допинг? Я понимаю легкая атлетика, лыжи, биатлон, то есть атлетам, работающим на длинной дистанции. Но фигуристу какое лекарство способно помочь прыгать в четверной тулуп? И мне очень жаль, что спортсмены, которые не совершал никаких ошибок, целенаправленно лишают медалей. Я бы могла привести десятки примеров, когда наши зарубежные атлеты были оправданы в схожих ситуациях, но не буду. Сохраню силы, чтобы крепко обнять Камилу, когда мы увидимся, написала Медведева. Тренер Катарина Гербольд прокомментировала решение Международного союза конкоберцев лишить российскую сборную золотых медалей. Очень обидно за Камилу и ребят, которые, к сожалению, не получили свои заслуженные награды. Непонятно, почему вердикт был вынесен спустя такое долгое время. Очень много вопросов по этой теме, но, к сожалению, реальность такова. Ничего не остается, кроме как сожалеть и пожелать Камиле терпения. Я все равно буду считать, что наша команда – олимпийские чемпионы, сказала Гербольд. Тренер Татьяна Мишина считает, что Камила Валиева сможет продолжить карьеру. Слишком суровое решение, все надеялись на более благополучный сход. Она уже два года была в таком стрессе и этого не заслуживает. Трудно сказать, какой будет у нее настрой и состояние, но о завершении карьеры речи не должно идти. Она молодая спортсменка. В спорте все проходит быстро. Четыре года – это очень много. Жаль. Очень талантливая девушка, сказала Мишина. Тренер Елена Буянова считает, что Валиеву лишили возможности продолжать карьеру. Не знаю, как это комментировать. Очень жаль. Просто нет слов. Вроде бы и были готовы, но все же надеялись, что разум восторжествует. Получается, что самая одаренная спортсменка лишена возможности продолжать карьеру. Мы все за нее переживали. Я бы даже сказала, что нет в России такого человека, который не переживал бы за Камилу, сказала Буянова. Призер чемпионата мира 2015 года Елена Родионова назвала решение несправедливым. Считаю, что такое наказание очень суровое, абсолютно жесткое. Таких одиночниц может быть больше и не будет. Она настоящий бриллиант на льду. Конечно, хочется ее поддержать. Трудно находить какие-то слова, потому что я не представляю, каково ей все это переживать. Хочется пожелать ей сил, чтобы она справилась с этим грузом, который на нее взвалился. Я бы очень хотел, чтобы Камила вернулась в большой спорт, потому что она способна на это. После дисквалификации вернуться и выиграть Олимпиаду это было бы что-то невероятное. Но я верю в ее силу. Она единственная из девчонок, кто продолжил кататься после Олимпийских игр. Она находила силы кататься и кататься на очень высоком уровне. Мне кажется, Камиле под силу. Потом будет вернуться. Это будет тяжело, но если она захочет, то у нее обязательно получится, сказала Родионова. Тренер Инна Гончаренко считает, что Камила Валиева сможет продолжить карьеру. Это очень печально, но решение принято. Валиевы нужно не опускать руки. Если есть какие-то возможности бороться дальше, их нужно использовать. Ситуация сложная, но Камила сильная спортсменка. За два года она закалилась, поэтому очень хочется, чтобы она отнеслась философски к этому решению. Из-за этого Камила хуже для нас не станет. Она, наша звездочка, донесла до нас свой стиль, свои невероятные вращения. Я думаю, Камила сможет продолжить карьеру. Она девушка молодая, время летит быстро. Однако это должно быть ее решение. Она может попробовать себя в чем-то другом. Я уверен, что ее всегда будут поддерживать, чем бы она ни занималась. И ее везде будут рады видеть. Будь то соревнования, шоу или еще что-то, сказала Гончаренко. Илья Авербух поддержал Камилу Валиеву. Камила Валиева – выдающийся фигуристка и талантливейший человек, которому я уверен под силу пройти все тяжелейшие испытания, выпавшие на ее хрупкие девичьи плечи. Такой талант обязательно должен проявить себя. Пробравшись через все тернии, ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал и станешь историей. Камила уверен, все это тебе под силу. Твои программы – бриллианты фигурного катания. Я с тобой, написал Авербух. Камила Валиева не будет проводить мастер-класс на катке в ДНХ, сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу Российского общества знания. Камила должна была провести экскурсию со знанием, а затем должен был состояться мастер-класс. Вместо Валиевой мастер-класс теперь проведет Александра Трусова. Дарья Бояринцева и Роман Плешков перешли в группу Этери Тутберидзе. Ранее фигуристы тренировались в группе Нины Мозер и Владислава Жавнирского. Бояринцева и Плешков встали в пару в 2022 году. Они дважды завоевывали бронзу на этапах Гран-при России. Нина Мозер позднее подтвердила переход спортсменов. Да, это так. Так сложились обстоятельства, отметила тренер. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о лайках и высказывайте своё мнение в комментариях. До новых встреч! Продолжение следует...